Вы подписывать будете? Что, опять? Конечно, идите. Всего доброго. Оказывается, ознакомить. Ой, что-то у вас тут пахнет так ужасно вообще. Нам нравится. Нравится? Да, не отказывает. Он где существует, на бумаге или у вас в голове? При передаче дела, не при знакомлении. Я не знаю, как вы начальником работаете. Это не ваше дело? Как-то не мое. Если вы не будете написать расписку, так в общем, мы вам не передоставим. Ну, а как так получается? Вчера меня ознакомили с делом Никитиной, а сегодня отказывается. Да, и отказали. Отказали, короче. Это с их стороны было порвано. А представь, так каждый начнет делать. Им надо это на корню остановить. О каком равноправии может идти речь? Я вообще не понимаю. Вчера, главное, ознакомили, а сегодня уже нельзя. Частная контора. Ну да, что хотим, то и творим. Сегодня так хочу, завтра вот так хочу. Я говорю, так перечитайте. Я говорю, сами перечитайте. Доказано на практике. Здравствуйте. 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 А? Ознакомились с материалом дела в 105-й гамея? Да? Паста, паста. Что? Назначил новый. Ну, они же вчера сказали, приходите, завтра. 105-й? Да? Наверх мне не надо уже. Маска есть у вас? Маска есть у вас? Маска есть у вас? Ну что, маска обязательно? У них что, без маски? Ну, на заправку надо будет сходить, у вас купить. За деньги? Ну, не знаю, может и бесплатно. Да? Наверное. 417-е постановление не читали? А, как я там написал? Обязаны предоставить в случае требования. Не читали? Все не читают. Они на сегодня вам назначили? Ну, да. Без оборота на меня? Они могут общаться. Как это? Как это? Да? Да? Я вас тоже на их не вспомню. Штуку видео с вами смонтировал. Мимо рамки можно? Под принуждение, под вашу ответственность. Это что-то поставили? Где? Вот это? Да. Это селфи-палка называется. Трипод. Благодарство. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по делу Бурлуцкого. Сейчас буду подождать. Добро. Проходите. Что? Опять? Конечно. Каковы правила? Даже написано надо. Да, вызывайте опять. Смотрите, что тут написано. Вы внимательно вот эту инструкцию читали? Форму номер читали? Вы подписывать будете? Как всегда, нет. Идите. 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 В смысле? Я не буду вас объяснять. Почему? Вы отказываетесь подписывать заявление? Вы вообще читали, что там написано? Там уголовная ответственность за получение. Это для вас написано. В смысле? Да, да. Там не написано, что для меня. Там не написано, что заявитель должен быть предупрежден. Мы в кабинете со мной не спорим. Хорошо? Не отвлекайте меня от работы. Основной моей работы. Благодарствую. Всего доброго. До свидания. С материалами дела отказывается знакомить? Нет. Ну, я к тому, что я сейчас пойду на четвертый этаж, с судьей в Бурлузском попробую поговорить. Так, идите, если даст. Ну. Но, если он не решит вопрос, тогда я к председателю пойду. Да, правда. Благодарствую. Здравствуйте. Еще хотите? Извините, Екатерина Владимировна на месте? Да, что же. А, это вы, да? Я вас не узнал. Да. Можно с вами поговорить? Больше не находите. Нет, пожалуйста. Ой, что-то у вас тут пахнет так ужасно вообще. Нам нравится. Нравится? Да. Чуси. А вы в курсе, что там вот в этих антисептиках адыбахи присутствует? У вас такое дело? По ГМГ? Не важно, да? А антисептики поговорили? Нет. Мне отказываются ознакомиться с материалами дела. Никто не отказывает. Существует порядок, согласно которому вы должны подписать нам расписку. Которое вы предупреждаетесь об уголовной ответственности за порчу тела. Это сказано в инструкции? Это сказано в инструкции. А вы знаете, я вчера ее внимательно изучил. Я там не нашел, что заявитель обязан подписать расписку об уголовной ответственности. Существует порядок. Я вам еще раз скажу. Он где существует? На бумаге или у вас в голове? Он существует в инструкции, а не у меня в голове. Я читал инструкцию. Покажите, назовите пункт, где там написано, что заявитель... Существует форма, которая предусмотрена данной инструкцией. Форма, да. Вы не согласны подписать расписку? Я вас спрашиваю. Пункт один, я его выполняю. А вот второй, третий и четвертый, это касается вас. Это касается вас удовлетворения об уголовной ответственности? Нет, нет, нет. Это вы так решили. Я говорю, Саша, вы не согласны подписать расписку? Я же вам поясню. Я вам еще раз говорю. Первый пункт. Я в другом виде оформляю. Когда ознакомлюсь с материалом дела, я после оставляю расписку. А вот второй, третий, четвертый пункт, обратите внимание, почитайте внимательно инструкцию. При передаче дела, не при ознакомлении... Вы внимательно этот пункт читали? Стороны предупреждаются об уголовной ответственности, они дают нам расписку. Не стороны, а лицо при передаче дела, то есть в другие органы. Не при передаче дела, а при ознакомлении с материалом... Нет, перечитайте. Я не буду с вами сейчас спорить. Вы не согласны, подпишите расписку данную. Не согласны, пожалуйста, к председателю все вопросы. Благодарствую. Ну, я решил не прыгать через голову. Я так и собирался сделать. Благодарствую. У вас есть порядок, не хотите соблюдать, пожалуйста. Ну, я уже понял, что у вас порядок не основан на нормативно-правовых актах. У нас не основано, это у вас почему-то нет. Так перечитайте, там написано при передаче. Вы возьмите и перечитайте. Так я читал вчера, внимательно. Все. Я не знаю, как вы начальником работаете. Это не ваше дело? Как это не мое? Меня не знакомят с материалами дела, нарушают право на ознакомление. Вы не согласны, обжалуйте, напишите заявление, председатель обратитесь. Вам же ответили. Зачем сейчас перепалка? Никакой перепалки нет. Выясняю вопросы. Благодарствую. До свидания. Здравствуйте. Подскажите, меня отказывается ознакомить с материалом дела в 105-м кабинете. Как можно решить вопрос? Вы можете дать указание, чтобы меня ознакомили? Вы когда-то заявление подписали. Давно. А вам что еще сказали? Причем дважды. Вам что говорят? Ну, что надо подписать какую-то расписку об уголовной ответственности? Без нее никак, говорят, не ознакомим. Хотя вчера ознакомили с другим делом. А дело Бурлутского не дают. Как-то можно решить этот вопрос? Дело у них, они уже как-то и ознакомились. Вы не можете дать никакой помощи? Ой, да что? Игорь Викторович на месте? Я ушел. А председатель сюда в каком кабинете сидит? Подходите к начальникам отдела 103-й. А я уже ходил. Они вам что говорят? Ну, они тоже самое говорят. Я вам говорю, там в инструкции написано... Председатель на 5-м этажа. Только при получении, они говорят, нет перезнакомлений. Председатель на 5-м этажа. Так же заходите как у нас. Благодарствую. Здравствуйте. Я бы хотел переговорить с председателем сюда. Кто у вас фамилия? Фамилия у меня, отчество Персона. Булгаков Антон Николаевич. Без забородка на меня. С каким вопросом? Дело произвелся? Да, отказывается ознакомить с материалом дела. Гражданский? Гражданский. Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы говорите? У меня вопрос по ознакомлению с материалами дела. Меня отказывается ознакомить с делом судей Бургутского. Ну, там расписку надо написать. Дело в том, что я знакомился внимательно с этой инструкцией. Там написано при передаче дела, а в инструкции сказано в другие органы. Ну, давайте так. Вот на сегодняшний день, если вы не будете написать расписку, то почему мы вам не передоставим. Ну, а как так получается? Вчера меня ознакомили с делом Никитиной, а сегодня отказываете? Ну, я вам все сказал. Судья требует расписку. Значит, вы должны учиться. Хорошо. То есть вы отказываетесь? Да, я отказываюсь. Благодарство. Спасибо. Всего хорошего. Да, я отказываюсь. До свидания. До свидания. А с делом Никитиным можно будет посмотреть, что вы подшили вот эти три листочка сверху? Ну, просто посмотреть визуально. Ага. Вот они, да, сюда переместились? Конечно. Все в опись есть. А с самого конца покажите, пожалуйста, как прошит. Все. Пока будет. Все. Благодарствую. До свидания. Отказались знакомить. Отказали, короче. В 105-м отказали. Говорят, вы тогда это, если распил это, не подпишитесь за уголовную ответственность, тогда нет, не знакомят. Прикинь, что делать? А там четко написано, при передаче. Я захожу к начальнику, говорю, там же написано при передаче. Он говорит, нет при знакомлении. Я говорю, вы что, вы вообще внимательно читали? Я говорю, вы как должность? Начальник-то занимаете. А это вас не касается, говорит. Прикинь. Пошел к Бурлузскому. Бурлузский, как только услышал, видать, мой голос, я не знаю. То ли по делам ушел, то ли меня услышал. В общем, это... В туалет ушел? Не знаю. Буквально через секунд 20, короче, дверь закрыта. Может, изнутри закрылся, я не знаю. Пошел к поседателю. Тот напрямую сказал, да, я отказываюсь. Узнакомимся с материалом дела. Говорит, без расписки никак. Супер, да? Интересно. А представь, вот я подпишу, да, вот эту вот расписку. Они потом возьмут где-нибудь как-нибудь, кто-нибудь, где-нибудь как-то. Мы же видели, у Амельченко, помнишь, была порвана эта, последняя страница, где я надписи оставлял. То есть, это не я порвал. Это с их стороны было порвано. А если бы я подписал вот эту расписку, они бы на это начали возбуждаться по уголовной статье. Порча материалов дела. Воспрепятствование правосудию, как-то они там так написали. А ты им сказал то, что это внутренние их множенцы? Так сказал, они даже слушать не хотят. Я даже этому, председателю говорю, так там передача именно. А мне ознакомиться просто надо. Он говорит, нет, вот либо вы подписываете, либо мы вас не ознакомлены. Супер, да? Это в очередной раз говорит о чем? То, что это все вексель. Вексель, вексель. Они не хотят не просто терять деньги на этом векселье, но еще им, они не хотят получать ответственность за это. Там же штрафы прилетают. Совершенно верно. А представь, так каждый начнет делать. Им надо это на корню остановить. Вот они и пытаются это сделать. Сейчас будем писать множество бумаг в разные инстанции. Ой, сейчас это, Кузнецов, это, не помню как его зовут. Сидит без маски на рабочем месте. Запрещает знакомиться с материалом и дела. О каком равноправии может идти речь? Вообще не понимаю. Вчера, главное, ознакомили, а сегодня уже нельзя. Понимаешь? Ну, ни в какую. Даже в присутствии пристава никак. Частная контора. Ну да, что хотим-то и творим. Сегодня так хочу, завтра вот так хочу. Я им говорю, там при передаче тока дела в другие органы. Они нет? Вы, вы, это, там при знакомлении. Я говорю, так перечитайте. Я говорю, так перечитайте. Я говорю, с вами перечитайте. Сейчас буду новое видео матирует. Всем привет. Все понятно сейчас. Да. Ну, зато, видишь, практически доказали. Доказано на практике. Доказано на практике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok